Всем привет, мои дорогие друзья! На связи GrimOptimist и сегодня мы с вами будем разговаривать про мой самый любимый премиум танк. Так получилось, что в последнее время я был вынужден довольно много фармить. На стримах я это делал довольно часто, наверняка многие видели. И часто была там такая ситуация, что я пытаюсь как-то разнообразить геймплей, то есть начинаю брать какие-то премиум, но очень быстро все заканчивается тем, что меня подрывает. И я возвращаюсь, ребята, к этому танку. Сегодня я вам попытаюсь объяснить, почему я считаю фарсуэм лучшим премиум танком в игре, вообще в принципе. То есть, ну вот, по совокупности плюсов и минусов. То есть, понятно, что есть танки, которые в чем-то его лучше. Понятно, что есть танки, которые в чем-то его хуже. То есть, но вот по соотношению, по мне, это самый-самый приятный премиум танк. Итак, как вы видите, премиум танков у меня немало. Конечно, у меня есть они не все, то есть сейчас там всякие Пантеры 8-8, Часы, ДШ и так далее. Но на них я тоже играл, поэтому, в принципе, про них тоже могу судить. В чем основная фишка ФЦМа? Вообще, почему я считаю, что этот танк настолько комфортен в нынешних реалиях? Одна из самых главных причин, это, конечно же, льготный уровень боев. В наше время давно уже перестали вводить премиум танки с льготным уровнем боев. И это, я считаю, большой промах картошки. Хоть они и говорят то, что льготные танки, они ломают баланс, там, то, сё. Но факт остается фактом, что нельготные премиумы, они фармят, пока вы не попадаете в десятку. То есть, бои в десятке, они ведут, как правило, мимо кассы. За исключением, возможно, некоторых машин, это вот Т-34, он более-менее в десятке что-то может. И в какой-то степени, наверное, всё-таки можно сюда отнести Часы, ДШ, благодаря высокому пробитию и высокой скорости. Но даже они, даже им тяжело. Поэтому льготный уровень боев это огромнейшее преимущество, которое перекрывает даже многие недостатки. Идём дальше. Второе достоинство. Очень важное для любого премиумного танка. Вы скажете, что много льготных танков. У нас же есть там ИС-6, общепризнанная нагибашка, да, там, всякие суперпершинги, всякие Т-34-3, которые после всех апов, в принципе, ничего и так далее. То есть, да, там, я уж молчу про всякие там тайпы, у кого они сохранились, 59-е. Но, ребята, все льготные танки в нашей игре характеризуются одним интересным, одной интересной деталью. У них отвратительное пробитие, как правило, на ББшках. И, да, хоть они не попадают к десяткам, но всё равно пробитие у них, как правило, около 175-ти. И этого не хватает для пробития многих противников в лоб, особенно когда вы попадаете в девятку. И, естественно, это, ну, либо вы просто меньше наносите урона из-за того, что не пробиваете, либо вы вынуждены заряжать голду, что, опять-таки, негативно сказывается на фарме. Поэтому все льготные премы, как правило, да, вот такие, как говорю, ИС-6, я просто как эталон его беру, да, льготного према, такого нагибатора. В плане фарма они, как правило, ну, не очень. Просто потому, что, ещё раз говорю, пробития не хватает. ФЦМ лишён этой проблемы полностью. У танка пробитие 212, что достаточно, чтобы пробивать все танки восьмого уровня в лоб. Вообще все. Они пробиваются. Ну, не все легко, но пробиваются. В борта пробиваются все по девятый уровень, включительно, без каких-либо намёков на проблемы. То есть пушка в плане пробития очень-очень хорошая. Вот именно эта совокупность льготного уровня боёв и хорошего пробития и делает этот танк настолько, как бы, хорошим именно для фарма. Далее. Достоинства. Очень важно для танка иметь возможность поменять фланг, приехать, уехать и так далее. И здесь, казалось бы, ФЦМ тяж, но мы-то с вами знаем, что никакой это не тяж, это самая настоящая СТ-шка. Потому что максимальная скорость 51 км в час. Кто-то из вас скажет, что это не очень много, но при этом у нас, ребята, тяга вооружённость, как бы, почти 20 лошадей на тонну. Ну, там, 19, окей. Как бы, это немало, вообще ни разу. И танк ездит так, что половина СТ-шек, они от зависти сдохнут на восьмом уровне, чтобы ездить подобным образом. То есть он уделывает все практически СТ-шки. За исключением, говорю, разве что, там, часы ДШ, и, возможно, там, ещё, не знаю, 44-ки, и то тут под вопросами, на самом деле. То есть танк реально быстрый. При этом очень часто можно встретить такую точку зрения, что, мол, брони у ФЦМа нету, пробивают его фугацами, там, все на вылет, арта ваншотят. Это, ребята, не совсем правда. Вернее, ну, правда, но лишь отчасти. Конечно, с СС-6 сравнивать его бесполезно. То есть, понятно, что у него хуже броня. Но, если его поставить в ряд с тем же ЧС и ДШ, то вы поймёте, что этот танк, который реально танкует, у него 120 мм ВЛД. Которая при постановке ромбом превращается под таким углом где-то примерно в 180. То есть даже Дестроер может танковаться Д-25Т. При этом борта 80 мм, что при постановке танка, например, вот так вот, делает уже невозможным пробить его в борт нормальный. И так далее. То есть, такие моменты, они спасают. Кроме того, башня тоже 120 мм, плюс такая рикошетная форма. Да, она пробивается, но иногда она даёт рикошеты. На ЧС и ДШ вообще никогда никаких рикошетов не бывает. То есть, надо это понимать. Это тонкая грань. Вы спросите, да, вот что ты расхваливаешь, расхваливаешь. Видно, что проплатили, это понятно. Но, собственно говоря, какие минусы-то у танка? Минус у танка ровным счётом один. Это его габариты. Всё остальное у него, ещё раз говорю, хорошо. Танк огроменный. Да, то есть, это действительно может быть проблемой, особенно поначалу. У тех, кто никогда не играл на таких больших танках, у них, им, возможно, вам, вот если вы купите, ребята, сразу предупреждаю, первое время вам будет некомфортно. Просто из-за того, что эта дылда, она, ну, вылазит отовсюду. То есть, надо привыкать к нему. Вот. Но это, в справедливости ради, единственный его недостаток. То есть, я забыл сказать, и точность у нас нормальная, и сведение у нас неплохое, и ДПМ даже у нас хорошее. То есть, пушка отличная. Да, стабилизации иногда немножко не хватает, но здесь помогают перки на стабилизацию. Довольно сильно вывозят. Плюс, естественно, ставим стабилизатор, и я катаюсь вот с этим, с вентилем. Также, ребята, важный момент. Это, ребята, такой полный гайд. То есть, для тех, кто принимает решение, я просто всё хочу объяснить, вот, чтобы раз и навсегда закрыть тему с ФЦМом, чтобы всегда можно было вот любому человеку дать ссылку. Сразу говорю то, что без хорошего экипажа ФЦМ не торт. То есть, вам нужен экипаж хотя бы с двумя перками. Ну, если у вас его нету, но очень хочется танк, то всё равно купить стоит, потому что он у вас прокачается довольно быстро. Танку, во-первых, жизненно необходима лампа. Это просто, ребята, первой необходимости вещь. Также, обязательно ремонт. Я рекомендую перки на стабилизацию. Они очень сильно упрощают жизнь на нём. Также, несмотря на то, что, ну, казалось бы, танк, как бы, здоровый, но я рекомендую всё-таки маскировку на нём изучать. Потому что он светится. Если вы прокачаете маскировку встречного экипажа, то, по крайней мере, вы не будете постоянно светиться в перманенте. То есть, вам всё равно будет проще играть. Поэтому рекомендую тоже изучать. Ну, естественно, перки на обзор, это мастфевт. Но пока у вас не будет перков на обзор, рекомендую поставить сюда всё-таки вместо вентиля поставить оптику. Вот, ну, сейчас у меня, как видите, обзор 423 метра. Да, это ещё не топовый. То есть, будет где-то в итоге 430. Да, но, как бы, такие дела. Но потом, возможно, ещё боевое братство там переучиваю. Не знаю, ещё не решил. В общем, итог такой, что по совокупности всех плюсов и минусов эта машина, она не имеет аналогов. То есть, если, допустим, можно сказать, что у ИС-6 это аналог 112-й, там, да, Т-34-3 отчасти. У Чесея Дэша аналог, там, допустим, Пантера 8-8. То есть, ну, как бы, можно какие-то параллели провести, да, хотя, конечно, танки разные. Но, тем не менее, то есть, у ФЦМа у него просто нет аналогов. Всё раз говорю, Чесея Дэша, он играется абсолютно по-другому. То есть, в первую очередь, из-за того, что он вообще без брони, он попадает в десятка. Такое, ребята, затянутое начало. Вот теперь давайте, друзья, попробуем с вами поиграть на нём и, походу, я буду, ну, основные тезисы, то есть, вам рассказывать, что нужно помнить, когда вы на нём играете. Вот, к сожалению, кинул на крайне неудачную карту для меня, плюс жёсткая артиллерия. Почему карта неудачная? Потому что ФЦМ любит простор. То есть, ему нужен простор для манёвра, чтобы можно было объехать, как-то заехать с нужной вам стороны, то есть, да. И так далее. Это очень важно. Любопытно, я вот думаю, куда поехать. Ну, заехать на гору мне не удастся, потому что у них в топе две СТ-шки, плюс Тайпы 59-е. Но попробую дать по тем, кто будет заезжать на гору, после чего отступлю. В принципе, потом будем смотреть по обстоятельствам, как вариант, поедем на правый фланг, как второй вариант попробуем. Учитывая, что у них нету нормальных тяжей, можно будет и через обход потанчить, попробовать, ну, что-нибудь, возможно, там продамажить. В общем, такие дела. Гору нам не удастся точно занять, просто потому что у них, говорю, ещё раз в топе две СТ-шки, а наши СТ-шки, по-моему, забили болты просто на гору. Постараюсь сейчас не получить первый урон, врылась себе. Ну, вот первый урон дал, то есть 54-ку хорошо раздамажили. Отходим сразу же от арты. То есть, да, нам не удалось занять гору, это было очевидно с самого начала, что нам не удастся это сделать, просто потому что у нас слишком, как это сказать, слишком, ну, мы в неравных условиях, скажем так. Да, вот это я глупо вылез, сейчас тайп я не заметил вражескую, если честно. Блин, самое печальное то, что БК, конечно, сломали, это крайне неприятно. Наши рашат по первой-второй линии, соответственно, нам нужно просто здесь держаться. Держаться, аккуратно, что-то делать тут, подсевать, у нас тут и сушка. Снаряд куда-то вообще в задницу полетел, бывает такое. Тут арта не должна достать. Да что ж такое-то, а? Что-то критует. На самом деле танк не то, чтобы сильно критуется, то есть, ну, он не такой уж критосборник, это просто везет мне. Мое фирменное везение под запись играть. Ох ты. На автоприцеле меня пробивает, к сожалению, но он, нет, он, кстати, на ББшку, как ни странно. Я жду, пока наши объедут всю эту шулупонь. Блин, пробивает просто вообще вот на автоприцеле. Но на самом деле, обычно, как бы, такие снаряды, они все-таки танкуются, хотя бы через раз. Тайп тут пытается прорашить. Все, забрали. 44-ка тоже, что ли, рашит? Ну что, ребята? Что-то я не просек, что он меня пытается выцелить сразу же. Ну такой бой, ребята, не особо, как бы. Хороший я, очень много получаю урона и почему-то совсем ничего не танкуется. Но обычно все-таки отбивается часть снарядов, просто, ну, это не фарт капитальный. Ну, в принципе, все неплохо. То есть бой идет нормально. В целом. У нас на базе там куча этих ПТ, поэтому думаю, что проблем быть не должно. Блин, ну просто на автоприцеле. Меня весь бой пробивает просто без сведухи на автоприцеле. Это какая-то жесть, ребята. Это реально очень странно. То есть, ну, просто обычно все-таки ФЦМ, еще раз говорю, он. Ставим на каток. Я надеюсь, он без ремки уже. Да, он без ремки. Все. Убили по-моему этому. Сейчас, словно, шапорта мне не допинало. Убили по... Ну, поскольку он был на гусле поставлен мной, соответственно, мне пошел опыт, как будто я его... Ну, подсветил, условно говоря. Конечно, было бы прикольнее, если бы я самого разобрал через каток. Я не буду упарываться на арту, потому что... Ну, я не хочу подыхать. У меня 27 хп. Ух ты. Теперь уже я хочу на нее упороться. Куда ж ты денешься? Когда разденешься? Главное, не втораниться в нее, потому что... Можно убиться. Такой вот бой, ребята. Давайте посмотрим результаты. Обычный, ничем не примечательный бой. То есть, таких боев у вас будет, ну, в основном. То есть, ну, за исключением того, что, еще раз говорю, обычно все-таки так жестко не критуют. И не это... не раздамаживают. 1800 урона, видимо, ничего я не проблайнил. Ну, такой обычный средний урон. Урон 50 тысяч чистыми. Вот. Да, это при том, что, ребята, вы принято во внимание, что я потратил и ремку, и аптеку. Все-таки обычно не в каждом бою такое происходит. И плюс я потерял почти все хп. То есть, это такой бой, даже, наверное, скорее немного неудачный. То есть, не то, что прям совсем дерьмо, но такой не самый лучший. То есть, да. Как вы видите, даже в этих ситуациях он полтинник вывозит спокойно. То есть, при этом у меня не горит ничего. То есть, я быстрый, я пробиваю, я спокойно наношу урон. То есть, проблем у меня никаких не возникает. Попробуем дальше. Повезло без арты кинуло в этот раз. Правда, карта не самая моя любимая. Но, тем не менее, то есть, вполне себе нормально. Я вот думаю, куда поехать. Вариантов есть несколько. Вот, в принципе, самый подходящий, наверное, поехать в замечательную позицию. Вот здесь вот. Но, к сожалению, мой танк немного великоват для этой позиции. И там можно получить от ПТ-шки какой-нибудь. Но я постараюсь этого избежать. Забыл совсем сказать еще, что у танка отличные углы вертикальной наводки. Что очень важно тоже, опять-таки. То есть, ну вот куда реально не посмотри, везде плюсы. Вот, единственное, он здоровый, как сарай реально. И, ну, дорогой, ребята. Что еще? Как бы, что тут греха-то таит? Танк реально дорогой. Стоит он дороже, чем всякие там революризе и так далее. Но, извините меня, он и лучше. Вот я бы, если уж вы, как бы, хотите нормальный премтанк, чтобы не чувствовать себя ненужным куском говна на поле боя, то, как бы, ну, я бы на вашем месте потратил все-таки на него. Лучше бы там 20-20 баксов накопил, допустим, чем брать какую-нибудь Пантеру 8-8. Лучше бы взял ФЦМ. Вот мое мнение. Потому что, ну, потом, как бы, не пожалеете, скорее всего. Вот если купите насквих какой-нибудь дешевый танк, то, возможно, вам не понравится. То есть, будете попадать с десятками постоянно, будет у вас бомбить. Вот. И будет неприятно. Тут такой проблемы все-таки, скорее всего, не будет. Конечно, надо понимать, что танк достаточно скиллозависимый. То есть, ну, играть на нем не очень просто. И может у вас не получиться, если вы плохо играете. Но, как бы, это дело такое. То есть, тут... Да, я вообще косой, конечно, как не знаю, кто. Радует только то, что артошлюпок нету в этом бою. Сейчас я отсвечусь и будем стрелять. Не пробил. Ну, вот этого товарища будет довольно сложно пробить, на самом деле. Что, он блайнит, что ли? Этот... 110-ка очень глупо вылезла. То есть, просто вылез на... Встал на гору и все. То есть, без попыток как-то либо даже... Хотел добрать просто товарища. Единственная проблема, что все-таки без сведения танк не попадает. То есть, на нем реально нужно сводиться. Желательно. Очень желательно. Но танк достаточно точный, чтобы не испытывать каких-то жестких проблем постоянно. Не попал. Конечно, иногда промахивается, надо понимать. То есть, да, но... В целом... В целом, наносить урон на нем несложно. Вот борщ опять-таки что-то вылез. Я не знаю, на какой черт он туда вылез. Он думает, что он не светится. Так я могу, в принципе, сказать, что как бы еще как светится. Ух ты, ИС-3 там прет. Что-то... Опа. Я думаю, тройка вряд ли попрет на... На него. Я к панту... О, хелка, хелка, хелка. Хелка. Сейчас придется, наверное, менять позицию, но... Ничего. Очень неудачно я съехал. То есть, в тот момент, когда нужна была помощь нашему товарищу. На тигре. К сожалению. Опоздал. Опоздал, не хватило. Надо было, наверное, стрелять без сведения, ребята. Тогда бы удалось спасти нашего товарища на королевском тигре. Но я просто боялся, что я промажу. Он уедет вперед. И мне придется под него вылазить в следующий раз, чтобы накинуть. А это как бы в мои планы не особо входит. Надо, ребята, вытаскивать как-то эту катку. Хорошо. Так, там суперпершинку не где-то. Так, я в свете. Отходим сразу назад. Конечно, борщ у них далеко. Но получить от суперпершинка тоже не хочется. Он голдой меня пробивает в любую проекцию. И может и ВВшками пробить, в принципе, без особых проблем. Отлично, слили светляка у них. ХП у меня пока еще есть. Правда, учитывая, что у них в команде и СУ, и... Этот. Ох ты, нехорошо. Ой, блин, посли... О-о-о-о! Че это все посливались-то? И все, остался я и две шестерки. Блин, все посливались, пошли отдались. Че вы, как вы так сделали? Сколько у них ХП? Блин, у них ЛТД... На ЛТДП у них слили. ИСУ 400 ХП. О, остальных я вообще не знаю, сколько. Пусты зарешали. Так не надо было переть-то на них, народ. Ну че, вы тоже пошли убились. На захвате, скорее всего, Супер Першинг. Я поеду сбивать. Нет смысла. Там стоит Борщ и Е25... Ой, Е25, говорю. И ИСУ, и хер увидишь, и смысла на них вылазить вообще никакого нету. Я пойду захват соберу. Есть шанс, что я смогу пересветить Супер Першинг. У меня обзор лучше. Че, съехал захваты? Вот если б наши не слились, можно было бы катку, конечно, зарешать. А так нет. Так без вариантов. Я уж возвращаться не буду. Раз поехал сбивать захват, то... Почему бы и не сбить? Супер Першинг крайне неприятный, ребята. Противник, его тяжело пробивать с дальней дистанции. Возможно, если б я там остался, удалось бы, конечно, раздамажить пару раз Борща или ЕИСУ. Но пока что-то как-то не особо. Будем надеяться, он без оптики играет. Сейчас очень модно ставить вентиль везде, где надо и не надо. Я в свете уже. Твою мать, не пересветил я. Просто от фонаря мне нужно спрятаться от него. Чтоб была возможность подъехать поближе и спокойно... Вот это странно сейчас было. Очень странно. Да, тут... Я немного не рассчитал этот... А, не, не летит, блин. Ну, ребята... Я, честно говоря, думал, что я его пересвечу. Но не удалось. Не удалось его пересветить, к сожалению. Он, видимо, война этому отдает. Нет, не удалось. Попросил, видимо, борщ, война. И он ему отдает его. Да, блин, а. Да что ж ты будешь делать, а не заходить? Ну да, так это было очевидно. Ну, он заслужил, на самом деле, борщ. Хорошо отыграл. Они во взводе просто. Тем не менее, я пока он брал война, я настругал еще косарь домашки, что не может не радовать. Все остались довольными, в принципе. Вот, потому что затащить было нереально в такой ситуации. 3200 урона, хороший урон, достаточно, как вы видите на первом месте в команде. И фарм, ребята, 77 тысяч чистыми. Вот, чтобы вы понимали. То есть, танк реально хорош. Он отлично фармит. Он комфортен при игре. С него классно стрелять. Не надо заморачиваться по поводу голды. Вообще, все хорошо. Единственное, два недостатка. То есть, первый это габариты. И второй это цена. Все остальное у него хорошо. Поэтому, если у вас все-таки нет каких-то стеснений в финансовых средствах. То есть, если вам не парит лишних 20 долларов платить, да, поверх. То есть, обычных 30 для премов. То, ребята, берите смело. Потому что, рано или поздно, его из игры ребята выведут. Потому что он льгот. А разрабы говорили, что все льготы они рано или поздно уберут. Такие дела, друзья. Поэтому, пишите свои комментарии. Как вам данный танчик. Подписывайтесь на канал. Ставьте большие пальцы вверх. Всем до скорого. Всем пока.